здравствуйте друзья с вами как всегда андрей доцент и это black mirror мы продолжаем ну что давайте будем двигаться дальше выясним почему эйлса была на чердаке так уйти вообще творится лютая хрень и главный герой уже начинает кидаться на всех нужно найти какие-то доказательства тому что я видел а доказательства доказательства у нас по моему тут валяются а вот и трещина эдвард был в ярости судя по всему он и прабабушка рос не слишком-то ладили так давай ка там валяется же осколок садовые ножницы должны быть а вот они откуда я мог знать что они здесь подозрительно точно для детских воспоминаний так еще там в принципе все введение больше они как бы никуда не уходили все доверяя интуиции поле парень ладно будем доверять интуиции коль она у нашего главного героя в принципе даже и надобности отпадает в интуиции коль у нас такие видения дэвид вы в порядке а так может быть ее спросим в порядке ли я я долл это я должен спрашивать мне так жаль что я сделал вам больно я не знаю что на меня нашло не беспокойтесь у лечебницы бывало и похуже сама невозмутимость похоже ее невозможно вывести из равновесия простите меня может следующий раз не стоит выставлять меня на улицу как наш кодишево щенка да вы правы думаю эдвард мог быть виноват смерти моей тети сесилии косвенно она утопилась в озере думаю эдвард подтолкнул ее к этому у древних семей обычно хранится в шкафу пара тройка скелетов у моей там похоже целое кладбище такое чувство что безумие которым объята и вся эта семья и эти стены начинает просачиваться и в меня я могу помочь но вы должны открываться мне открыться начать со мной разговаривать а я если я скажу вы мне не поверите упрямец и весь в отца какой бы секрет не скрывала эта земля за него приходится платить жизнями людей сесилия служанка отец мы должны положить этому конец надо выяснить что произошло со служанкой что такое дэвид мне нужно увидеть дэвид подождите опять призраки да елки-палки воспоминания призраки проекции какие-то да причем такие что можно сдохнуть обалдеть ну она говорит сюда иди сюда так и чё вы должны мне довериться дэвид что вы видите ну скажем призраки или воспоминания я думаю я вижу призраков призраков людей которые здесь умерли я вижу отца таким каким он был в детстве он пытается мне что-то показать сказать может вы бывали здесь в детстве или просто вспоминаете истории которые ребенком слышали от отца видите я же говорил что вы мне не поверите так садовые ножницы я в оранжерее видел эдварда он резал кожу сесилия садовыми ножницами я видел где он их оставил там они и лежали как такое могло случиться откуда я знал этого я тоже объяснить не могу так что сосредоточимся на фактов которые у нас есть продолжайте вы видели тело служанки у нее была сломана шея это работа человека а не призрака верно полагаю да леди маргарет определенно знает больше чем говорит вытянут из этой корги хоть что-нибудь та еще задачка о это точно но возможно с эдди будет проще да да нужно найти его но так чтобы маргарет нам не помешала думаю она уже легла спать но я лучше проверю а вы найдите эдди так давайте сначала мы сходим туда куда нас этот призрак звал что у нас в инвентаре есть фрагмент модели часовни так каменная фигурка универсальный ключ слушайте может быть к макету сгонять попробовать установить туда может чем-то за опана ахарина сдав вон он смотрите на чердак ведет а я ведь хотел еще на чердак пойти куда уж яснее давай 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 ну побыстрее ты хоть передвигайся немного так призрак был тут ну ну о открыт чердак да раньше был закрыт о сидит а здравствуй моя милая элса привет иди ты сегодня такой красивый о спасибо ты прекрасна как и всегда моя голубка чмок-чмок о муа муа о походу ребята финиш так фотографии взял сидит в игры играет а он и раньше ты на особо адекватного не метил но походу из-за убийств у него совсем это винда слетела поговорить самодельные куклы фу жуткие штуки так эдди ты меня слышишь что ты можешь рассказать и про бабушки роз что должна была делать эйлса эдди опа так что то в него как будто призрак вселился да что это такое что ты видишь эдди мы в безопасности сказал кроличонок своим братьям и сестрам мы в безопасности ведь лис крепко спит и тогда кролики решили тихонько прокраситься мимо лиса но лис был хитер лис вовсе не спал он распахнул свои желтые глаза я тебя предупреждал я говорил знай свое место больше ты не посмеешь открыть рот ептель чо еще что ли кого то замочили а или это он вспомнил в грозах лиса светилась жестокость когда он хватал кроликов и пожирал их одного за другим и лишь тогда он отправился спать когда живот его наполнился пищей а сердце радостью или это тетушка так ну ка пойдемте ка туда в этом месте эдвард прошел сквозь стену интересно что с другой стороны а может тут есть нет не вижу ни переключателей ни рычагов наверное не все замки построены так как описывал их эдгар алан по наверняка тут что-нибудь есть должно же ведь как-то открываться может быть к макету вернуться как раз недостающая часть видимо и откроет все это дело да а давайте-ка реально попробуем вернуться глядишь чем-нибудь да выйдет из этого и главное с ней что-то не поговорить ничего нельзя хоть бы что-нибудь сказала бы ради приличия но нет ведь так вот скорее всего то что находится там это видимо и есть та часть комнаты которая у нас в кармане попробуем если установим может быть какой-нибудь механизм сработает и наверняка опять какие-нибудь головоломки будут ну чё до хрена с два почему эйлса была на чердаке ну это видимо только на чердак идти надо у меня ключа нет вот обидно так как а придется возвращаться больше то я и не знаю что еще тут можно в теории можно вообще бесконечно бродить пытаясь найти там одну эту несчастную детальку или еще что-нибудь надо надо все таки где то наверное на чердаке найти что-то попробуем блин она была тут а теперь ее нету я охренею и куда она делась так а вон зеркало нет ну нет так нет нет что-то творится какая-то дичь слушайте а может быть все таки попробовать эту найти как ее блин забыл может быть она что-нибудь прояснит или этот адвокат нет адвокат не скоро вернется а может быть уже вернулся хрен его знает так надо задаться одним вопросом какого хера я сюда приперся что я планирую найти ну давайте спустимся хотя в принципе спуститься то мы всегда успеем давайте-ка лучше пройдем посмотрим еще может быть что-нибудь найдем а хоть бы призрак наводку какую-нибудь дал а назад идем стойте алан по алан по разве там же по моему книга была да про по в библиотеке он как-то комментарий опускал может быть в ней разгадка есть надо будет попробовать определенно надо будет попробовать кстати давайте вернемся обратно так мне что-нибудь нужно да вроде бы нет вот он бы почаще бы так говорил бы допустим в некоторых локациях которые потенциально имеют какое-то значение либо хотя бы комментарий опускал по прошествии времени когда не знаешь что делать так ну со вторым этажом разобрались остался только первый постепенно сужаем так сказать район обыска это что-нибудь нет уже я не могу это посмотреть и слава богу в принципе давайте-ка может быть сюда так так ну на кухне наверняка кого-нибудь может быть найдем ну шут его знает ммм в подвал спустимся давайте попробуем рори найти а хрен с два мы спустимся в подвал значит делать нам тут нечего ладно все-таки мне что-то такое предчувствует что нам надо в библиотеку идти и искать на одной из полок книгу Алана По и наверняка там будет что-нибудь сказано про какую-нибудь таинственную возможность открыть эту дверь так так библиотеку у нас тут на так ну давайте поищем пройдемся так сказать о о о о о во 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 с тобой надо потрещать выгляжу все еще трудитесь в поте лица работу адвокатов хоть отбавляй могу я кое-что спросить про Сесилию и Рос давайте узнаем не могли бы вы рассказать мне о моей тете Сесилии и какая она была боюсь кроме имени у меня не ничего не известно а Рос она умерла еще до того как я поступил на службу Гордоном моя тетя Клара как она умерла странная история насколько мне известно у нее была лихорадка тяжелая но не смертельная но по словам леди Маргарет она как будто и не пыталась бороться и позволила болезни себя унести после этого леди Маргарет растила Эдди сама так я все еще не принял решение по поводу передачи права собственности не знаю стоит ли ну здесь я вам не советчик но как адвокат я выступаю посредником между вами и леди Маргарет и я уверен что вместе мы найдем правильное решение спасибо что уделили мне время не буду больше мешать и правда чем быстрее я закончу тем скорее смогу уйти уйти? стыдно признаться я все таки взрослый человек но от этого места у меня мурашки по коже а после этой истории со служанкой и подавно понимаю тогда до встречи так выгляжу все еще трудитесь так ага ну понятно повторяется все ах в принципе будет не удивительно если он окажется местным убийцей так сказать решил провернуть махинацию и прибрать все к себе ну че-то пока я ничего такого не найду чтобы мне могло помочь может быть с леди Маргарет как-нибудь удастся что-нибудь прояснить да ни хрена тут нет ничего ну погнали хотя бы с этим поговорили так так узнать почему же она была на чердаке может быть все таки там надо было полос смотреть да видите вот наверх все таки у меня вот тоже такое предчувствие что мне вот не надо туда идти мне надо найти что-то на чердаке определенно а что это уже другой вопрос может быть осмотреть то место вот где она там хваталась за что-то как-то я не знаю какой-нибудь режим включить более детального осмотра как-то поводить курсором чтобы место где она там опиралась что-то могла обронить следы в конце концов где она могла пройти может быть реально что-то тут есть должно же быть что-то так ну елки-палки а ты че ничего что ли не скажешь слушайте ну это конечно обалдеть вот опять ни хрена непонятно что тут делать то так ну допустим ой какие следы чё искать в шкафу может быть что-нибудь да ни хрена ничего в шкафу и нету а кстати может быть погодите а ага ни хрена вообще чё ищем чё пытаемся ну пойдемте туда наведаемся в не исследованную часть там же ведь тоже по-моему книги стоят где-то обычно блин чё это он в нет вы видали да он как будто это ха чё это сейчас с ним было из-под земли как-то вылез по всей видимости он уже сам того в призрака превращается в назгула ну-ка давайте-ка посмотрим там вот где она все время спит обычно это леди маргарет там же вроде тоже книги есть давайте-ка исследуем и куда это делось была была теперь нету странно это все однако а а а книг видимо и нету тоже да так выяснить почему она была на чердаке странно очень странно начинается так сказать один из тех самых моментов в играх подобного жанра когда не знаешь что делать и начинаешь уже судорожно искать все подряд так так да ну тут вряд ли мы что-либо найдем сюда мы не сможем спуститься да мне нужен Эдди все-таки а вот что там делать это конечно другой вопрос чё-то я не заприметил вот чего-то я определенно не заприметил может быть какую-нибудь надо это взять погодите подвеска стойте а чё за на подвеске то да ёб твою медь а так служанка в жизни не смогла бы позволить себе такую вещицу это безделушка для богатых а не для слуг угу дневник почему она была на чердаке это выяснить может быть мне нужно сходить к роре взять в инструментах это хотя как я выйду на улицу я нифига ты никак и не смогу что-нибудь типа лома я не знаю чтобы взять открыть как-то вот эту дощечку которая все закрывает и посмотреть что там либо вернуться в комнату и как-то это попытаться я не знаю фрагмента замка вставить туда же не ну слушайте это конечно вообще финиш ни хрена и непонятно даже что делать может быть да нет блин ну может быть хоть ты что-нибудь скажешь а это куда-то пропало слушайте может быть косяк вообще случился а блин ребят я тут обрыскал короче оказывается надо было налево до конца уйти тут видите да открытие из чё-то ой блин ладно потайной ход и что это вы тут делаете я ненадолго надеюсь приглядите зайди хм на то он и потайной что хрен из два заметишь так все поползли прям как маклейн еще немного а сейчас что-нибудь появится там спереди определенно не все так просто не все так просто так я могу только вперед ползти и все проклятие давай 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 ну и путь забаррикадирован обалдеть оказались заперты да еще прекрасно давай быстрее ползи главное я только могу вперед двигаться и все вот так открой рот молодец молодец я не хочу все хорошо милая я говорила что приехал дэвид я говорила что приехал дэвид сын джона такой же назойливый как его отец он не достойн этого места бедный ангус никогда не оправится от вида обугленных останков джона эгоист какой же эгоист прошу не надо ты прекрасно знаешь что мне и само это не нравится но ты сама навлекла это на себя твой сын был хорошим человеком тебе не следовало идти против него что ты не должен быть его не следовало не следовало не следовало о о дела куда мы попали то теперь понятно почему чердак заперт розмари боже мой как она могла и все еще жить она и вся я нашла скрытый механизм он был господи вы меня напугали до смерти вы опять пропадаете и не говорите куда направляетесь а я только что еле избежала встречи с леди маргарет когда боже мой да что ж такие какие-то спецэффекты как будто мы какой-то ужас увидели так я его видел в видении Эдвард избил ее этой штукой сделал несчастную женщину калекой боже мой и повесил здесь чтобы напоминать ей об этом каждый день снимите его вы уверены? сейчас же слушайте а что если она не выносит присутствие креста? так так спасибо 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 так она говорит еще это хорошо это просто замечательно что она говорит роз роз розмари вы меня слышите? роз блин она она видимо не слышит но видит так а тут что куда вы? мы не можем оставить ее вот так 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 ладно намек понял давай ломай этот цепь так опа на ну еще громче так давай 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 розмари я дэвид сын джона ваш правнук попробуй попробуй-ка нет вот так мягко блин а надо ее сфокусировать кто это с вами сотворил? эдвард я плохо себя вела я ослушалась ослушалась? как именно? Сесилия я пыталась его остановить чтобы он больше не делал этого что он делал, розмари? я не должна была вмешиваться беспокоить его в старом крыле не должна была возражать старое крыло может быть нам туда? у меня че такое чувство что она крякнет роз роз что он сделал с Сесилией? не думаю что вы вытянете из нее что-нибудь еще бедная женщина пойдемте леди розмари мы вас отсюда вытащим нет мы отведем вас в безопасное место я здесь в безопасности в этой комнате здесь черное зеркало меня не тронет черное зеркало Маргарет Маргарет многое придется нам объяснить черное зеркало хм думаю пока пообщаться с с ее селительством пора точнее ну да, че-то конечно прямо круто и что за зеркало? Маргарет Маргарет нам надо поговорить леди Маргарет будьте любезны к черту леди что вы творите с розмари это я должна спрашивать ты совсем как твой отец оставляешь за собой одни страдания и страх господи да о чем вы говорите ты разговаривал с юным Эдди, да? теперь он уверен, что все вокруг хотят его смерти он взял заложники бедного Эндрю и угрожает его убить где он? в старом крыле и он вооружен я пойду, я могу с ним поговорить нет уж нет, вы двое принесли нам достаточно неприятностей мы? да как вы смеете вы сами до сих пор поклоняетесь Эдварду хотя из-за него несчастная Сесилия утопилась я не позволю тебе не позволите что, сказать правду? сказать что Эдвард он ее и пальцем не тронул ты приезжаешь сюда и... нет если кто здесь и не прав, так это вы вы знаете больше чем говорите и мы оба это понимаем здесь что-то происходит, здесь поселилось зло проклявшее нашу семью на поколение вперед чем обвинять других, присмотритесь лучше к себе раз уж вам так хочется найти виновника всех ваших несчастий ты ничего не знаешь то что я сделала, что я делаю это все все ради семьи да что ты вообще понимаешь пожалуйста миледи, мы можем обсудить этот вопрос позже мисс Фарбер, вы должны пойти поговорить с мастером Эдди отведи нас к нему ох, ситуация накаляется забрали наследство сюда, будьте осторожны в старом крыле оно закрыто не просто так несколько лет назад часть стены обрушилась в море а остальное постепенно превращается в руины да так может быть призрак вселился ух ты нифига себе тут раздобленно придется как принципе расси скакать от камня к камню вон там сэр Эдди? ух ты они пытались убить меня все пожалуйста помогите Эдди посмотри на меня все будет хорошо оставайся тут я попробую с ним поговорить ну уж нет это моя работа так а нам надо как-то видимо прокраситься ну друзья давайте будем уже пробовать как-то разрулить эту ситуацию нестандартную в следующей серии надеюсь вам понравилась данная серия ссылка на плейлист группу ВК Фейсбук Твиттер снизу в описании под видео с вами как всегда был Андрей Доцент крепкого здоровья всем приятного настроения пока пока